Многие мирненцы любят приезжать в природный парк и живые алмазы Якутии, чтобы остаться наедине с природой. Постоянный надзор за парком ведут шефы и экологи компании Алроса. На днях они прибыли туда для помощи в благоустройстве территории. Вместе с экологическим десантом на месте побывал Игорь Руслан Фадкулин. Экологам-производственникам на время пришлось сменить ручки и офисные кресла на лопаты и перчатки. Они решили на деле заняться тем, что обычно приходится рассматривать, утверждать и планировать. А именно принять участие в благоустройстве парка. В частности, в этот день было решено высадить несколько десятков саженцев молодых деревьев. А часть мероприятий уже была проведена до этого. Акционерной компанией Алроса вместе с Министерством охраны и природы подписана комплексная программа. В соответствии с этой комплексной программой мы 30 апреля перечислили живому парку 3,5 миллиона на поддержание функционирования. В работу включились не только экологи из Мирного, но и Ленска Айхала Удачного. Представители всех ГОКов, коммунальных предприятий, геологоразведки помогли облагородить один из проездов парка. Если молодые деревца приживутся, то вскоре здесь появится красивая аллея, вдоль которой смогут прогуливаться посетители. Работа экологического десанта заинтересовала и местных обитателей. Традиционные субботники в городе проводятся ежегодно. Но если какая-то территория находится за пределами алмазной столицы и обитают в ней не жители, а животные, это вовсе не означает, что там тоже не нужно обогораживать. Как видите, сегодня даже местная достопримечательность. Лось Васька пришел посмотреть на это событие. Вообще парк в этом году существенно преобразился. Сюда были привезены новые животные. Отсыпаны дороги, на въезде посетители встречают красивые кованые ворота. А рядом с Голубятней завершается строительство еще одного здания. В нем совсем скоро появятся обитатели, которых в алмазной столице еще не видели. Руководство компании приняло это уже решение. И администрация природного парка Сергея Семеновича и так далее, они построили двухэтажное здание, где будут жить павлины, четыре павлина. Они должны уже их завести. Сейчас вот второй этаж заканчивается, вы снимете гону. И для наших жителей тоже будет интересно смотреть этих птиц, которых вообще здесь никогда не было. Основные работы по благоустройству планируется завершить ко дню города. Тогда парк «Живые алмазы Якутии» будет готов принять не только мирницев, но и всех гостей, которые прибудут в алмазную столицу на торжественные мероприятия.